орехи волшебные плоды на планете их более 30 видов издавна им приписывали магические свойства во франции орехи разбрасывали на свадьбах в англии говорили ореховый год мальчишек при плод а жрецы древнего вавилона запрещали их есть просто люди чем уникальные орехи и какими тайными свойствами они обладают украины январь 2018 года подведены экономические итоги в незалежной оказалось что 101 миллион долларов а это 24 процента от всей экспортной выручки страна заработала в 2017 году на грецких орехах орехи дают больше прибыли чем экспорт муки и спирта говядины фруктов или сухого молока рентабельность орехового бизнеса на украине может превысить 400 процентов за золотые орешки идут настоящие криминальные войны теневых бизнесменов на украине сегодня самой могущественной является ореховая мафия ее прибыли завидуют наркобароны а плантации охраняет самые боеспособные части службы безопасности украины но почему столь безобидный продукт приобрел такое значение что приносит орехи мудрость или умственное расстройство ядрышко похоже на человеческий мозг как кокосы спасали раненых во время второй мировой войны вот плод вот плод вот мордочка кокоса на кого похож почему орехи так часто упоминают в сказках они кумарят мозг мой и пьянят и что пытаются нам продать под видом орехов по-видимому что-то была какая-то добавка я на чапман раскрою эти тайны в ежедневный рацион актера и шоумена никита джигурды непременно входят орехи их сил он познал еще во время съемок фильма любить по-русски с 95 по 2007 год он был вегетарианцем уже святым начинают признавать потому что с премьера едем по сибири всем пьют отмечают а я тащусь а я орешки я в реки дров орешки мне дают уже почищены и джигурда заболел человек начинает в себе открывать те энергии которые переплетены с природой с родом актер изучает ведические практики и дружит с потомственным шаманом магу афлорес он подсказал джигурде особый ореховый рецепт перуанских знахарей специально для программы тайны чапман только для мужчин актер поделился древним эликсиром мужской силой в определенном рецептурном употреблении орехов ваш нижний котел энергетически становится как эфелева башня доисторических времен известно что орехи прекрасно утоляют год неандертальцы брали их с собой в дальние странствия ведь скорлупа позволяла орехам хранится долгое время а сами ядра по задержанию белка могли соревноваться с мясом мы считаем что человек научился есть орехи даже раньше чем научился есть мясо то что мясо все таки нужно было того несчастного страуса в африке догнать или зебру до каким-то образом убить тогда люди к сожалению были малорослыми и поэтому это была большая проблема в ираке во время археологических раскопок были найдены грецкие орехи которым 8 тысяч лет а первые письменные свидетельства в которых они описаны датированы вторым тысячелетием до нашей эры и относятся к району месопотамии грецкий орех родом вовсе не из греции так его стали называть благодаря греческим купцам которые привозили этот товар на русь в других странах орех называют иначе персидским или английским но в древнем риме и вавилоне грецкий орех очень быстро из общедоступного превратился в продукт для избранных жильцы стали ограничивать и даже запрещать его потребление простолюдином но почему ядрышко похоже на человеческий мозг и считалось что употребляя этот орех человек стимулирует мозговое развитие но если человек стимулирует мозговое развитие он начинает думать понимать что происходит вокруг это было недопустимо для простых людей очень сложно управлять народом если они слишком много думать голова как пустой орех так говорят про глупых людей но выражение крепкий орешек имеет совершенно другое значение действительно ли орехи являются пищей для ума ученые из сша провели эксперимент чтобы выяснить как влияют орехи на мозг человека его участники каждый день ели различные орехи выяснилось благодаря фисташкам и арахису у человека развиваются когнитивные способности улучшаются соны процесса восстановления организма идут быстрее в целом употребление орехов способствует омоложению организма три ежедневно съеденных ореха подарят вам семь лет жизни но почему орехи обладают такими удивительными свойствами в чем их секрет орех это будущий зародыш в нем растение накопило тот уникальный генетический и биологический растительный материал который необходим для формирования ростка поэтому на небольшом объеме уплотнены растительная днк белки жиры витамины микроэлементы углеводы фосфолипиды эфирные масла в максимально сбалансированной концентрации для развития жизни в мире насчитывается более 30 видов орехов например кэшью это косточка которая в своей темной оболочке сидит наверху большой желтой или красной груши кстати сама груша тоже съедобно только быстро портится а потому компот и даже вино из нее готовят только там где она растет орех к сожалению это дорогой продукт потому что этот продукт обуславливает себе очень большое участие человека то есть нужно его собрать его нужно расколоть освободить от скорлупы при необходимости высушить ну распасовать и так далее то есть там нередко очень много человеческого труда сбор орехов зачастую связан с риском для жизни те же кэшью раньше считались лакомством для богатых потому что отделить их от скорлупы было очень трудно делать это нужно тщательно в оболочке вокруг семени содержится очень едкое масло вызывающее появление на коже пузырей выходит что орехи это многомиллиардный бизнес построенные на крови и поте зачастую мы даже не подозреваем что причиной войн могут служить именно орехи к примеру одна из причин конфликта сша и ирана фисташки и сегодня мы расскажем всю правду о давнем противоположении эти две страны главные поставщики этих орешков на мировом рынке и самое интересное что вот если смотреть структуру экспорта ирана то нефть не намного опережает дохода от фисташек то есть это в общем достаточно серьезный бизнес и можно сказать такой серьезный даже какой-то степени оружие иранское два непримиримых политических противника контролирует в совокупности от 70 до 80 процентов этого многомиллиардного рынка а постоянный рост цен на фисташки только добавляет остроты противостояния родиной фисташков с точки зрения торговли является иран персии в персии выращивали фисташки две с половиной тысячи лет назад а американцы занялись этим бизнесом в калифорнии где-то лет 25 30 назад но несмотря на этом калифорнийские фермеры смогли организовать бизнес таким образом что по объему он примерно равен иранскому фисташки начали импортировать в америку в конце 19 века для выходцев из стран ближнего востока но вскоре и коренные американцы распробовали этот орех фисташковые деревья были посажены в качестве эксперимента в калифорнии начале 30-х годов прошлого века через 10 лет после тщательных научных исследований и селективного выведения появился высоко урожайный сорт орехов его назвали керман в честь ближневосточного города откуда их завезли к началу 60-х годов фисташки в промышленных масштабах стали выращивать в калифорнии сегодня этот штат занимает второе место в мире по поставкам фисташек фисташковые сады занимают 40 с половиной гектаров и дают урожай более ста тридцати шести тысяч тонн орехов в год смотрите далее как африканский орех стал наркотиком который употребляют даже дети мир перестает казаться в розовых красках а приобретает мрачно агрессивные тона иран и америка что они могут поделить две страны это приняло характер какой-то мафиозной истории эксклюзив программы тайны чапман рецепт перуанских шаманов для мужской силы руках у нас миниатюрный компьютер который наполнен информацией природы вот еще один орех кола он родом из африки первыми европейцами оценившими африканский орех были французские завоеватели во время колонизации африки офицеры обратили внимание на поразительную выносливость тузямцев основа ежедневного рациона у них служили свежие плоды ореха колы они утоляли голод восстанавливали физические силы предохраняли от болезней а за счет высокого содержания влаги утоляли жажду в россии испокон веков ели лещину больше известную как лесной орех в отличие от грецких и ореха колы лещина считалась священной пищей лещина не подвластно молнии так считали в старину недаром древние славяне ставили на крышах своих жилищ крестики из орешника а пастухи едва услышав грозу спешили прикрепить к одежде кусочек спасительной коры дерева лесной орех растет по всей территории россии раньше на его сбор выходили семьями в старину считалось что он не только изгоняет злых духов но и защищает от сглаза а также исцеляет от всех болезней наши предки были недалеки от истины сегодня лещина входит в рацион питания спортсменов этот орех прекрасно восстанавливает силы лещина повышает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям поэтому во всех отношениях хороша а самое главное в составе ее есть поклитоксел уникальное вещество обладающие противоопухолевым действием шоумен никита джигурда говорит что орехи помогают ему творить тарелочка с орехами всегда стоит на его столе они дают особую энергетику и настраивают на творческий лад ты радуешься жизни ибо той энергии которую ты поглотил с орехами она родилась в синтезе энергии космоса земли солнца неба воды стихий и выросла в этой энергии дала вот эти атомы орехов которые правильно приготовленные потребляемые являются вообще при правильной молитве являются гарантией я игрю как гарантия просветления но вернемся к африканскому ореху кола для нужд армии в парижской медицинской академии были созданы экспериментальные ореховые сухари с ускорителем полевые клинические испытания были с большим успехом проведены летом 1885 года в алжирской пустыне на солдатах егерского батальона в качестве ежедневного рациона питания им раздали только воду и энергетические кола сухари солдаты без привала прошагали около 10 часов и преодолели ориентировочно 55 километров под палящим африканским солнцем казалось вот он чудесный порошок для создания армии универсальных солдат но эксперимент резко свернули без объяснения причин что чрезмерно то не здорово если выпить слишком много экстракта из орешков кола то реакция будет обратная сердце будет биться очень часто и выскакивать из груди уровень давления будет резко повышен возможно возникновение повышенной эмоциональной лобильности раздражительности агрессивности мир перестает казаться в розовых красках а приобретает мрачно агрессивные тона но кроме того кола действует как мощнейший сексуальный стимулятор а при постоянном потреблении ореховый афродизиак и энергетик вызывает устойчивое привыкание поскольку этот плод способствовал еще вот знаменитому этому вот способности в том числе грецкого ореха пробуждать мужскую силу и иногда эти французские солдаты превращались потом в толпы просто насильников которые не пропускали ничего движущейся современные ученые установили что все орехи второй по мощности в мире растительный афродизиак вне зависимости от того как и где они растут на деревьях на кустах или в земле поэтому горсть миндальных орехов или грецких орехов или гость кедровых орешков которых максимальная концентрация полезных веществ для организма человека полностью восстановит усталые силы мужчин и женщин будет источником удовольствия недавно никита джигурда встречался с потомственным шаманом магуа флоресом он передал актеру свои тайные знания и поделился особым рецептом перуанских знахарей шоумин никита джигурда употребляет это блюдо каждый день только для зрителей программы тайны чапман он поделился секретом приготовления магического блюда и в данном случае грецких с медом с авокадо с обрядом и в течение минимум недели двух и тогда накопление и очищение каналов одновременно потому что они забиты у большинства мужчин первыми вход идут грецкие орехи актер колит их руками без помощи щипцов и других подручных средств руках у нас компьютер который наполнен информацией природы без химии допингов без гормонов джигурда говорит как в любом шаманском деле здесь главное настрой и вера в то что делаешь а я бросаю этот мозг природы для того чтобы информация вышла из файлов следующий ингредиент рецепта перуанских шаманов авокадо авокадо которое ритуальным ножом скифского когтя безболезненно безболезненно получить доступ к уникальной энергии авокадо первыми начали выращивать и употреблять в пищу плоды авокадо ацтеки жившие примерно 9 тысяч лет назад на территории мексики и центральной америки они считают что плоды яичкового дерева так авокадо переводился с языка ацтеков обладают сильными возбуждающими свойствами вы же понимаете информация пацаны сакрально этическо половая информация перемешав мякоть авокадо с орехами нужно приправить ароматным медом который напоит организм энергией и положить все обратно в кожуру это наша альтернатива устрицам это и есть устрица любви никита джебурда много лет прожил во франции где к столу часто подают устрицы которые известны своими свойствами афродизиака актер говорит то что получилось у нас ничуть не хуже это блюдо вполне можно использовать в качестве десерта для романтического вечера русская устрица из орехов и приготовленная правильным образом дает вам возможность прямым текстом говорю усилить природную потенцию усилить родство с родом с духом земли с тем началом мужским которое вы смеетесь классно актер иван краском многодетный отец был женат три раза в 2015 году он всех удивил в возрасте 87 лет мужчина снова женился на девушке которая младше его на 60 лет на свадьбе многих интересовал вопрос не собирается ли пара обзавестись потомством я вот еще купил такой букетик а здесь вот птичка с намеком с таким ну есть разговор но это уже как получится наверно сложно загадывать поэтому дай бог дай бог девочку надо его давать многие к этому браку отнеслись скептически какие отношения могут складываться у людей с такой разницей в возрасте союз наш не придуманный а родившийся из потребностей каждого из нас с тех пор прошло уже почти три года в отношениях супругов присутствует и страсть и ревность а недавно молодая супруга при ревновала иван ивановича к бывшей жене как удается народному артисту россии оставаться в такой физической форме секрет его мужской силы кроется в орехах уже много лет краско готовит домашние настойки и одна из самых любимых на грецком орехи соединенные штаты америки 19 век широкое применение морфина во время гражданской войны привело к возникновению армейской болезни так называли зависимость от морфия тогда ею страдала более чем 400 тысяч человек по возвращении домой люди пытались мучительно с нею бороться фармацевты искали средства которые быстро и эффективно снимала морфиновые ломки давая бодрость тут-то и вспомнили про орехкова которые ранее французские ученые испытывали на солдатах но так как его было не так много него невозможно было большом количестве достать стали придумывать различные микстуры на его основе ветеран войны доктор фармацевт джон пембертон и сам страдал от морфиновой зависимости он решил соединить листья коки и орех колы в одной микстуре попробовав лекарство пембертон почувствовал заметное облегчение вскоре она поступила в продажу такая получилась тягучая противная жидкость первое время хотя и рекламировали ее очень сильно что вот это замечательное такое средство от усталости средства от похмелья его тоже как позиционировали но не продавалось очень противным было что только не добавляли в микстуру для улучшения ее вкусовых качеств и лимон и эфирные масла и сахар но дурной вкус не перебивал ни один ингредиент как всегда помог случай в аптеку к пандертону зашел мужчина жутко жутко мучающийся от похмелья ему срочно надо было какое-то средство вот ему выдали эту микстуру до крана с водой дойти ему было очень тяжело и у него в кармане оказалась бутылка с содовой он просто вылил эту микстуру бутылку с содовой размешал оказалось очень вкусно в таком варианте чудодейственные средства начали сметать с полок аптек подчистую напиток рекомендовали для лечения зависимости от морфия и опиума как средство от депрессии неврастении а также при заболеваниях желудка кишечника и почек так люди попали в новую зависимость на этот раз от разрушающих организм компонентов но то что потребителю вред трансконтинентальным компаниям выгода это вразительно вредный продукт который я не рекомендую пить никому поскольку в стакане этого таинственного напитка потому что секрет рецепт до сих пор засекречен никто не знает что там находится когда грянула вторая мировая война корпорация придумала новый пиар-ход его задачей было убедить американских солдат что этот напиток ассоциируется у них с родиной в итоге придумали слоган каждый американский солдат в каждой точке мира сможет купить себе нашу газировку по цене в 10 центов решив что общее мировое горе принесет напитку мировую известность а поскольку эта газировка вызывает сильнейшую зависимость после войны никто не сможет от нее отказаться каков бы не был исход сражений но вернемся к необъявленной войне сша и ирана как боролись фисташковые магнаты за мировой рынок иран 8 января 1978 года в стране вспыхивает исламская революция иранцы выступают против правящего режима шаха мохаммеда разапих льви который пытался покончить со многими исламскими традициями под натиском мятежников шах эмигрировал в стране упраздняют монархию и устанавливают новую администрацию которую возглавляет айятала хэмени после исламской революции фактически сша ввели эмбарго на торговлю с ираном и в общем то западные страны поддержали но иранцы они тоже оказались общем ребята достаточно умные иранцы придумали хитроумную схему стали продавать фисташки в турцию а турция экспортировал их в другие страны выдавая за собственные самое интересное получилось что на 24 на 30 миллионов долларов фисташки закупал израиль американская разведка это узнала и обратилась в общем-то к министру сельского хозяйства израиля и сказал что делает ваш главный враг продает вам фисташки вы платите 30 миллионов долларов в год и собственно говоря вы фактически спонсируете бы ядерную программу ирана но закупкой фисташек израиль не только финансировал своего врага но и поддерживал собственных солдат во время войны для тяжело раненых орехи порой становится единственным спасением кокосовая вода спасает тяжело раненых это обнаружили медики во время второй мировой войны из всех существующих в природе жидкостей кокосовая вода наиболее близка к составу плазмы крови и может быть использована при операциях вместо донорской плазмы первый раз в качестве плазмы крови кокосовую воду стали использовать для раненых во время тихоокеанской войны в условиях боевых действий врачи были вынуждены экспериментировать но почему в качестве донора выбрали именно кокос содержит необходимый набор сахаров микроэлементов растительных науков действительно по составу кокосовая жидкость так же как и жидкость содержащаяся на определенной стадии роста любого ореха любого косточкового например косточки абрикоса косточки вишни косточки сливы содержит тот набор который идентичен плазме крови человека однако современные врачи не признают что кокосовый сок может заменить плазму крови считая такой эксперимент скорее вынужденной мерой а положительные результаты с течением обстоятельств кокосовое молоко прекрасно утолит жажду в зной это значит что если человек страдает от обезвоживания или нет другого источника пищи то на кокосовом молоке как мы знаем из рассказов о дальних странствиях джерка лондона можно прожить достаточно долго родина кокосовой пальмы точно неизвестно сейчас она повсеместно распространена в тропиках обоих полушарий на филиппинах малайском архипелаге полуострове малака в индии и на шри-ланке ее разводят до исторических времен о возникновении кокосового ореха слагают красивые легенды вот плод вот мордочка кокоса на кого похож потому что мы уже с вами уточняли что прежде всего для того чтобы родить какой-то миф и легенду всегда смотрят и но по изображения и зарисовки этого плода уже рождается фантазия так вот наш лишний он похож на угоря предание гласит что на острове тонко девушка и уголь полюбили друг друга родители девушки его убили и закопали его голову на месте захоронения выросла кокосовая пальма я в эту историю верю почему потому что наши русские народные сказки сплошь и рядом когда полюбили лягушку потом она превратилась царевна сказка ложда в ней намек полезные свойства кокоса и угря очень похожи в нем так же как и в орехе много белка кроме того его мясо как и кокосовое молоко способны снять усталость в сильную жару рыбий жир содержащийся в мясе морского угря предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний после второй мировой войны на пике популярности газировки содержанием ореха колы америка переживает бэби-бул в тот период на свет появлялись будущие хиппи всемирные проповедники идей сексуальной революции неужели именно орехи стали незаметным двигателем сексуальной революции смотрите далее арахис не орех в чем секрет всем известного плода составе арахиса содержится одно из уникальных веществ ореховый выбор купить орех и не отравиться я встречал много так зала потребителей загадки нашего ореха что скрывает лещина ты сразу люк и попал под ореховое дерево хиппи открыли миру мускатный орех как наркотик вы не ослышались это именно то что сейчас мирно пребывает в вашем кухонном шкафу наряду с другими приправами в индии его еще применяют вместо опиума эфирные масла и некоторые вещества присутствующие в мускатном орехе являются сильным провокатором психических расстройств токсичная доза это 4 5 цельных орехов напоминаю что как правило в пищу идет меньше чем 1 восьмая чайной ложки на одну дозу продукта то есть на 4 5 порции в европе очень ценили этот орех помимо использования в качестве приправы люди полагали что он способен защитить от чумы но может поедая этот орех в больших количествах они просто погружались в иллюзию арахис не орех это бобовая трава во время второй мировой войны в соединенных штатах именно арахис был одним из главных продуктов благодаря которому решалась проблема нехватки продовольствия сейчас главным мировым поставщиком арахиса являются соединенные штаты но родина этих бобовых орешков считается южная америка после того как америку открыл колумб неприхотливая в выращивании культура распространилась по свету и если в начале двадцатого века арахис считался пищей для свиней то сейчас ученые обнаружили в его составе вещества позволяющие бороться с раком исследователи тайване провели десятилетние исследования в котором принимали участие около 12 тысяч мужчин и примерно столько же женщин ученые пытались понять влияет ли употребление арахиса на риск заболевания раком кишечника каждую неделю исследователи фиксировали что ели участники исследования оказалось что арахис значительно уменьшал риск заболеваний раком но все это при условии правильного выращивания и хранения продукта в противном случае арахис из полезного лакомства может превратиться в орех убийцу в составе арахиса содержится одно из уникальных веществ которое называется афлотоксин это продукт который с одной стороны предотвращает развитие плесневых грибов но при длительном хранении его количество может накапливаться из всех биологически производимых ядов афлотоксин самый сильный провокатор раковых опухолей этот яд устойчив к тепловой обработке а при попадании высокой дозы в организм смерть наступает в течение нескольких суток большая часть выращенного в сша арахиса уходит на изготовление ореховой пасты и и придумали еще ацтеки они высоко ценили питательную ценность блюда сейчас паста из арахиса часть традиционной кухни сша честь неё американцы даже придумали праздник который отмечается 24 января как говорил 20 президент соединенных штатов джеймс абрам гарфилд человек не может прожить на одном хлебе его должна быть арахисовая паста но если ацтеки для своей пасты тщательно отбирали орехи то трансконтинентальной компании интересует только увеличение прибыли и на американских полях зачастую растет гамму арахис такие орешки часто используют в производстве широко рекламируемых шоколадных батончиков сожалению мы нередко сталкиваемся с тем что используется скажем так арахис из отходов арахис технический которым в обычных условиях уже нельзя расфасовать пакетики и дать человек но как выбрать качественные и полезные орехи и не отравиться запомните несколько советов от наших экспертов никогда не покупайте орехи в непрозрачной упаковке это лотерея и чаще заведомо проигрышная специалисты рекомендуют обратить внимание на размер ореха крупные вовсе не значит хорошие скорее всего дерево с которого их собирали удобряли ядохимикатами орехи должны быть среднего размера и не сильно отличаться друг от друга это говорит о том что производитель дождался их полного созревания кроме того на их внешние оболочки не должно быть трещин орехи с нарушенной цельнозерновой оболочкой всегда легко теряют свои свойства за счет разрушения части витаминов и окисления растительных жиров эфирных масел хитонцидов под воздействием света и воздуха в треснутых орехах очень часто поселяются вредоносные бактерии орехи защищенной оболочкой должны храниться не более 6 месяцев а очищенные и продаваемые без специальной вакуумной упаковки не более недели кроме того хорошие орехи должны быть одинаковыми по цвету с возрастом они темнеют и недобросовестные производители мешают и ядрицы старого и нового урожая но часто продавцы умудряются обхитрить даже самого опытного покупателя в последнее время под видом сибирских кедровых орешков продают китайские лишенные питательных веществ и отбеленные хлоркой такие орехи встречаются как на рынке так и на прилавках супермаркетов и могут вызвать серьезное отравление смотрите далее орехи и панацея от тех болезней или смертельное оружие дашенко употребив одну вилку салата есть сразу стало плохо ореховая защита как выгнать из дома нечистую силу ореховый спас готовятся веники из ореховых прутьев украина крепкий орешек новейшей истории там вот знаете такая ситуация как махнувшина и вот легче всего назвать россия берцк 2017 год в новосибирской области резко возрастает количество больных гепатитом эпидемиологи говорят заболевание пришло из стран азии вместе с орехами но как такое возможно если в пищу поступают зерна которые доставали из оболочек люди больные которые являются переносчиками гепатита а это один из возможных элементарных путей заражения врачи предупреждают чтобы избежать возможных инфекций которые могут находиться на поверхности орехов купленных на развес простое промывание плодов не поможет существует методика быстрого прокаливания орешков в домашних условиях в духовке когда мы нагреваем духовку помещаем в нее блюда с орешками и выключаем ее легкая температурная обработка быстрая температурная обработка как правило убирает лишнюю влагу из оболочки и устраняет бактериальную вирусную зараженность но лучше покупать орехи в скорлупе герметичная кожура сохраняет плод стерильным на протяжении всего его пути от ветки дерева до вашего стола аллергия на орехи вызывает страшные последствия 90 процентов смертельных случаев от приступа аллергии вызваны орехами человек может умереть даже от одной крошки добавленной в мороженое в челябинске съев всего одну ложку магазинного салата умерла 20-летняя девушка дарья живенкова девушка страдала астмой и аллергией дашенко употребив одну вилку салата есть сразу стало плохо она она реагировал на грецкий орех и по-видимому что-то была какая-то добавка в самом салате в овощах чтобы не портились на упаковке салата не были указаны ингредиенты по-видимому в состав входили злополучные грецкие орехи которые и вызвали отек легких специалисты говорят аллергия на орехи вещь коварная и непредсказуемая порой человек может ложками есть арахисовую пасту но вот от мороженого с миндалем ощутить резкое ухудшение самочувствия одни могут иметь аллергию на арахис другие на фундук или другие компоненты чаще всего легкие формы аллергических реакций на орехи и их смеси проявляются вершением в горле легким отеком гортания высыпаниями на коже в тяжелой форме аллергическая реакция вызывает отеки жизненно важных органов и даже анафилактический шок но как отказаться от орешков когда они буквально повсюду в 70-е годы прошлого века орехи обрели популярность во всем мире как легкая закуска их стали подавать к пиву и вину для детей они превратились в лакомство орешки выставляют в общественных местах провоцируя постоянное бесконтрольное потребление но магия орехов не ограничивается их питательными свойствами с помощью палочки из лесного ореха можно найти клад об этом говорится в легендах и сказках разных народов европы в россии многие грибники до сих пор отправляются на тихую охоту взяв с собой ветку лещины лозоходство древний магический обряд предшественник геологии он позволяет найти очень многое от закопанных предметов до залежей руды скрытых глубоко под землей из прутиков орехов делается специальный такой шестик при помощи которого будут искать не только воду но и клады и находились и вода и клады древние легенды гласят именно из веток лесного ореха делали волшебные палочки кельтские колдуны орехи всегда наделяли магическими свойствами возможно именно поэтому они так часто упоминаются в сказках достаточно вспомнить щелкунчика суть этой сказки в том что надо было чтобы вернуть молодость юность красоту принцессе изуродными мышами надо было разгрызть сверх твердый орех орех крокотулку упоминаемые в сказке вымышленный но почему в качестве злобных персонажей накладывающих проклятие выступали грызуны ореховый спас готовятся веники из ореховых прутьев для того чтобы этим веникам выметать нечисть из дома прежде всего мышей мыши как ни странно очень боятся этих ореховых прутьев а вот такие молитвенные орехи были популярны в северной европе в 15-16 веках молитвенные орехи имеют сферическую форму и как правило состоят из двух соединенных между собой частей что придает им сходство со скорлупой грецкого ореха миниатюры изготавливались из самшита и изображали библейские события в основном сцены связанные с христом орехи тагуа могут заменить слоновую кость из них вырезают клавиши для фортепиано или ювелирные украшения на солнце тагуа с годами темнеет поэтому для шахматных фигур используют орехи разных возрастов для белых шестилетней выдержки для черных 20-летней ореховая древесина дорогой материал из которого делают элитную мебель стоимость одного кубического метра необрезанные доски древесины грецкого ореха на мировом рынке составляет около 5000 долларов сша в зависимости от вида и климата места произрастания куб древесины ореха 3 десятилетних дерева если предположить что на одном гектаре земли растет 625 деревьев то прибыль от реализации древесины составит около 1 миллиона долларов ореховая древесина она всегда идет как очень дорогая древесина для изготовления мебели потому что считается что это экологически чистое что это считается наиболее комфортно твердость определенная и больше того что она излучает определенную энергетику от орех и в этой кровати ты не ворочишься от бессонницы а ты сразу лег и попал под ореховое дерево но вернемся к ирану и америке в 2003 году сша обвиняют иран в том что он тайно ведет работы по созданию ядерного оружия еще в 2002 году президент сша джордж буш причислил иран к странам оси зла которые финансируют террористов и стремятся завладеть ядерным оружием но в этом ли истинная причина враждебного настроя американской власти на протяжении последующих 13 лет сша пытаются добиться международной изоляции ирана американцы добились введения эмбарка на поставки фисташков и фисташки не поставлялись даже в страны европейского союза и вообще многие традиционные рынки которые были ну опять же персы проявили тут же смекалку они переключились вот на страны юго-восточной азии и ближнего востока где спрос на эти орехи очень большой в 2011 году по странам востока включая иран прокатилась арабская весна только в 2015 после достижения соглашения странами шестерки по вопросам ядерной программы ирана многолетние санкции были сняты но недавно президент сша дональд трамп заявил о возможности вновь пересмотреть соглашение неужели это все из-за фисташек около 2 миллиардов долларов зарабатывают страны конкуренты на экспорте этого ореха но то что для ирана большие деньги для америки сумма не столь значительная эксперты говорят дело в другом правительство боится что в случае потери рынка сбыта в америке начнется революция если посчитать количество фермеров которые этим бизнесом занимается американских фермеров фермеров то это тоже немаленькая часть населения соединенных штатов и вот если их лишить доходов если они станут безработными то получится очень интересная вещь они просто выступят против того правительства соединенных штатов того президента той партии демократа это либо республиканцы но если на ближнем востоке и в западной европе орех дорогое удовольствие один килограмм грецких орехов стоит от пяти до девяти долларов то на украине за него дают меньше доллара экспорт ореха приносит минимум 500 процентов прибыли это приняло характер какой-то мафиозной истории что орехи это товар который сопоставляется с наркотиками сопоставляется там с проституцией спасать и легальной торговли оружием то есть каким-то образом грецкий орех оказался товаром вот такой категории учитывая что поставки происходят диким образом то неучтенный орех на сотни миллионов долларов как бы возникает ниоткуда и пропадает в никуда уже на таможне вообще по большому счету это там вот знаете такая ситуация как махновщина и вот легче всего назвать вот то есть какие-то вот группировки они контролируют там определенные какие-то районы вот запад украины он работает на польшу на австрию но в первую очередь на польшу отчасти на венгрию отчасти но это не сильно в основном на польше ориентируется восток естественно он тяготеет к нам недавно таможники незалежной объяснили пропажу орехов на несколько сотен тысяч гривен тем что их мыши съели однако после несложного подсчета становится понятно что речь идет об исчезновении не одной тонны одна мышь в сутки съедает не более нескольких сотен граммов получается чтобы в один присест съесть такое количество на склад одновременно должно было напасть несколько десятков миллионов грызунов такая армия могла бы отнять не только орехи но и оружие у нерадивых кладовщиков и это было бы просто смешно если не знать что орехи предназначались для отправки в детские дома и детские сады на украине существует колоссальный беспорядок и не работают нормально законы поэтому для того чтобы организовать крупномасштабный бизнес необходимо отстроить всю систему по мафиозному принципу поток неучтенных ореховых денег привлекает серьезный криминал а как знает любой политолог черные деньги криминала чаще всего уходят к террористам а значит в большей степени именно на ореховые деньги сегодня вооружаются частные батальоны ведущие необъявленную войну против днр и лнр еще в начале 20 века легендарный селекционер иван мичурин назвал орех хлебом будущего очевидно академик имел ввиду грецкий особенно любимый в нашей стране однако при всех своих удивительных свойствах орехи никогда не станут главный а уж тем более единственной пищей человека сегодня одной тайной стало меньше вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть поделитесь своим открытием на моей странице в инстаграме в социальных сетях и на сайте рон тв субтитры создавал DimaTorzok